Проблему трудоустройства населения обсудили в четверг в редакции газеты Нарена Вендер. Там прошел круглый стол с участием сотрудников прокуратуры, представителей Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО, Департамента образования, культуры и спорта и регионального центра занятости населения. Принять участие в дискуссии мог любой житель округа, позвонив по номеру телефона горячей линии. 30 ноября прошлого года сократили почти всех, кроме десятки человек, которых сократят позднее. Людям выходные пособия задерживают. Сегодня 10 мая, а жема выплаты еще не производились. Работу в городе не найти. А если и требуются куда-то работники, то требования высокие, а зарплата мизерная. Вот как людям быть? Первый звонок в редакцию поступил от жительницы округа Татьяны. По ее обращению прокуратура намерена провести проверку. Если факты невыплаты пособия подтвердятся, бывшему работодателю грозит административная ответственность. Еще одна актуальная для округа тема – трудоустройство выпускников учреждений среднего профобразования Наринмара. В селах работы по специальности нет, а в городе нет жилья. Здесь также стоит проблема не только в отсутствии рабочих мест, но и востребованности той или иной профессии на данный период времени. Чтобы как-то решить проблему, в этом году в Ненецком профессиональном училище студенты могут получить одновременно водительские права категории «Б» и «С». Сегодня мы через многофункциональный центр совместно с департаментом готовим на базе этого многофункционального центра студентов техникума, которые обучаются и будут спасателями для МЧС. Им дается возможность получить не только рабочую профессию категории «Б». Мы же понимаем, что вся техника, как правило, это категория «С», то есть грузовые машины. То, что касается непосредственно МЧС или пожарной охраны, то сегодня им дается дополнительно как раз мастерами профучилища через МФЦ. Какие профессии будут востребованы в округе в ближайшие 10 лет, никто не знает. Работодатели дают только краткосрочные прогнозы. В связи с этим в округе ведутся работы по подготовке и переподготовке кадров. Впрочем, не все жители региона, оставшись без работы, готовы идти на переобучение. «Здесь необходимо отрабатывать. Основная задача, которая сейчас ставится, в том числе и перед органами власти, и под соответствующими органами образования, о том, чтобы эту ситуацию переломить наконец и выйти на то, чтобы мы могли такие кадры готовить именно уже на территории нашего округа, либо иные варианты – это на других субъектах по соглашению». Как считают специалисты, в настоящее время в современных экономических реалиях иметь одну профессию мало. Поэтому проблема с трудоустройством, например, после сокращения, упирается в основном в квалификацию и несоответствие требованиям работодателя. «Граждане не совсем, наверное, понимают все, что сколько было, приходят, пишут заявление, просят трудоустроить. Ну, жалобы уже у нас через департамент, жалобы идут. Человеку предлагают переобучиться, предлагают несколько вариантов. Он отказывается абсолютно от всего. Но по той профессии, которая у него есть, трудоустройство невозможно здесь, либо профессии нет вообще. То есть основная масса людей стоит, которая не соответствует уровню тех вакансий, которые сегодня заявлены». В настоящее время наиболее востребованы в регионе такие кадры, как подсобный рабочий, водитель автомобиля, машинист-бульдозера, тракторист и медицинская сестра. В рамках круглого стола обсуждались и вопросы летнего трудоустройства подростков. По словам начальника управления труда и социальной защиты населения, на временную работу планируется устроить порядка тысячи молодых людей. Это значительно больше, чем в предыдущие годы. Кроме этого, в летний период подработать смогут и студенты. Например, в качестве вожатых на детских площадках. «Посмотрим, насколько это будет востребовано. Был проведен опрос, сколько студентов освобождается в наших училищах, сколько заинтересованных тех, которые будут приезжать на каникулы из высших учебных заведений. На сегодняшний день определена такая контрольная цифра 200 человек. По прогнозам мы все прогнозируем, что будет очень востребовано, поэтому надеемся, что практика будет очень успешной». Несмотря на актуальность темы круглого стола, за время проведения горячей телефонной линии в редакцию окружной газеты поступило всего три звонка. По каждому из них прокуратура округа проведет проверки. Результаты будут опубликованы на официальном сайте ведомства и в окружной газете «Нарьяна Виндер». Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север.